В эфире «Утро» Карачаева Черкесия на телеканале «Россия». Всем доброе утро и начинаем новый день июня с погоды. В черкеске без существенных осадков. Ветер западный 5-10, температура ночью 13-15, а днем 30-32 градусов тепла. В картинной галерее Черкеска состоялась торжественная открытая защита дипломных работ. Десять выпускников Колледжа культуры и искусства имени Аслана Даурова представили свои уникальные произведения декоративно-прикладного искусства и народных промыслов. Подробнее расскажет Дарья Тандит. На протяжении полугода Мария Мажарина, выпускница Колледжа культуры и искусства имени Аслана Даурова, трудилась над созданием своей работы. Ее композиция «Жизнь Кавказа» выполнена в стиле батик холодной техники. Мария рассказала, что труднее всего было определиться, а сам процесс ей понравился. Ничего бы не получилось без наших замечательных преподавателей. Именно они подталкивали и поддерживали меня, поделилась выпускница. Моя работа, она получилась двузначная, то есть она может быть как украшением на стене в виде панно, либо как полоток, украшающий голову. «Золотые руки» – так называет своих выпускников заведующий отделением декоративно-прикладного искусства и народных промыслов Эмма Лапугова. На протяжении 30 лет в картинной галерее Черкеска проходит открытая защита дипломных работ. Каждый желающий может посетить выставку. Работы уникальны второго экземпляра вы не найдете, отметила Эмма Владимировна. Композиции были выполнены в 12 направлениях декоративно-прикладного искусства. «Такой работы вы нигде не встретите. Выпуск очень сильный, несмотря на то, что мы пережили пандемию и ремонт. У меня пожелание, чтобы они себя нашли в этой жизни, нашли применение своим рукам». Рауль Барцин в 13 лет увлекался резьбой, но не умел пользоваться стамесками, вырезать, поэтому решил улучшить свои навыки в колледже имени Аслана Даурова. На протяжении 9 месяцев он старательно трудился, уделял все свободное время изучению дополнительных материалов, чтобы работа была готова точно в срок. «Тема моей дипломной работы была выполнить нарды. Они были в кавказском стиле. Там присутствуют элементы адыгского орнамента. Также я выполнил сюжет «Два всадника». Я думаю, что своей цели добился». Представленные работы были выполнены на высоком профессиональном уровне. Об этом говорили гости мероприятия. Со словами поздравления к выпускникам обратился министр культуры Карачаева-Черкесии Зурапа Гирбов. Он также поблагодарил преподавателей за труд в подготовке специалистов. Зурапа Гирбов отметил, что открытая защита выпускников – яркое и красочное событие, на котором побывать – одно удовольствие. «Спасибо большое. Всем успехов. Надеюсь, что вы и дальше будете продолжать это все делать на благо республики, но и на свой заработок». На защите дипломных работ также были представлены и другие разные интересные картины и подделки. Во всех авторских работах были использованы традиционные национальные мотивы и орнаменты. Дарья Тендит, Али Бастанов, Вести Карачаева-Черкесия. Новый информационный день продолжает свое вещание на телеканале «Россия». Ровно в 9 смотрите «Вести» на Ногайском языке. Затем также программы Ногайской редакции. В 14.30 «Вести» Карачаева-Черкесия с Муратом Джанкезовым. Всем удачной рабочей недели, хорошего дня и встретимся завтра. Субтитры создавал DimaTorzok